Размеши Снежного Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Народное» шоу «Рассмеши комика» Программа, в которой люди с хорошим чувством юмора могут заработать хорошие деньги Меня недавно спросили, почему Владимир Зеленский всегда смеется, а Евгений Кашевой нет Отвечу, а вам было бы смешно, если бы из вашей зарплаты постоянно брали деньги на главный приз Шучу, конечно Зарплата здесь ни при чем Комики на самом деле играют доброго и злого полицейского Ваши аплодисменты, Владимир Зеленский и Евгений Кашевой Добрый вечер! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте Ну, что ты стоишь смотришь, Вить? Мы тебе вчера целый вечер звонили, чё ты телефон не брал-то? О, вчера. Сейчас я вам расскажу, что было вчера. Ну. Для начала, вот скажите мне, как на украинском договорился? Домовывся. Вот. Домовывся. Ну. Был вчера на троенщине. Так. Подходят два парня. Ну. Ну что, ну-ну. Домовывся. Не, Вить, это ты добазиковся. Что? Пиши штемп. Вот, они мне так же сказали. Вот. Во-во-во-во. Починай штемп. Смешай все слова. Рассмешай меня. Рассмешай меня. И для начала, дорогие друзья, как всегда по традиции правила нашей игры. Каждый участник, вышедший на эту сцену, за одну минуту должен будет рассмешить наших комиков. Если ему это удастся, он зарабатывает тысячу гривен. Смех комиков на второй минуте принесет ему пять тысяч гривен. На третий — десять. На четвертый — двадцать. И тот, кто сумеет рассмешить наших комиков на пятой минуте, получает наш главный выигрыш — пятьдесят тысяч гривен. Ну что ж, мы начинаем. Все очень просто. Дорогие друзья, небольшой экскурс по моему рабочему столу. Красную кнопку я нажимаю только тогда, когда увижу смех на лицах наших комиков. Зеленая кнопка начинает отсчет нашей минуты. Синяя кнопка заводит аплодисменты. Смотрите. Поехали. Мы приглашаем на нашу сцену Червинского Виталия город Каменец-Подольский. Размеши, Светлая школа, Размеши меня, Размеши меня. Виталик, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. День добрый. Родились, да, в Каменец-Подольском? Нет, я с Питхмельняцкого родом в Каменце-Подольском навчался и працюю сейчас. Вы учитель географии? Да. Вот скажите мне честно, мы тоже папаши, деток. У меня такое ощущение, что сейчас дети хуже учатся или нет? Ну я не знаю, просто я раньше учился. То есть не настолько старейше. Но сейчас... Sorry, sorry, sorry. Так, учитель географии, сейчас мы вас выпарим. Ну а вообще как детки занимаются, хорошо? Ну хорошо. Да, добрый? Да. Мне кажется, им сейчас дуже приятно на самом деле, моим деткам, что воспитали, как они занимаются. А у вас учатся только ваши детки, да? Не, у меня пока нема и деток, то чужие. Чужие дети растут быстро. Конечно. Ладно, удачи вам. Спасибо. Виталик, скажите, пожалуйста, а вы на своих уроках запрещаете же, наверное, смеяться детям? Ну, не всегда. Иногда можно, да? Да. Я желаю, чтобы двое вот этих детей, которые перед вами сегодня засмеялись. Спасибо. Итак, если вы готовы, первая минута пошла. Вчителька украинской мовы, которая постоянно сутулилась, дети называли суфикс. Тупая стриптизерша вбила интригу, потому что она вдягнула левчик задом наперед. Немецкая вевчарка, выполняющая команду «дай лапу», примовляет «гутен так». Судья был смутенный прекратить матч между сборными Нігерии и Конго, потому что стемнило. Хлопчик, выхованный минералкой, повертащив голову направо, делает звук «цсссс». Игор понял, что в семье его не очень любят, когда пришел из школы, а бац, а замки допоминяны. Старенькая учителька математики малюет в брови под транспортер. Мужик посковзнулся. Есть! Одна тысяча гривен у вас, Виталик, уже в кармане. Мы вас с этим от всей души поздравляем. И мне что-то подсказывает, что вы идете дальше. Да. Да. Одна тысяча гривен, разве это деньги? А вот пять, это уже другое дело. Поехали. Чтобы экономить, девчата из Каменца Подильского загоряют в соляре его летом. Продавця, який проробив Макдональдс пять років, часто приглашают в гості, бо він роздає халявний вайфай. Старші повинні допомагати молодшим, сказала бабуся і допила внучкин коктейль. На концертах групи «Ласковий май» музыканти вже не так радіють, коли самі віддані фанатки задирають майки. З рубрики «Ох, ці зірки» в домі Сергія Звєрєва туалетний папір з стразами. Діти наркобарона при простуді дихають над картоплею через 100-доларову купюру згорнуту в трубочку. Микола Баско в'їздить з включеною аварійкою, тому що спасіба, спасіба, спасіба. Спортсмен поняв, що найвищий розряд – це не майстер спорту, коли його вдарило блескавкою. Ну і вчителька «Екстрасенс» до школи викликає не тільки батьків, а й всіх родичів до п'ятого куліна. Віталик, к сожалению, вторая минута приносит вам проігрыш. Переволновався немножко, да? Наверное. Трошки я. Віталик, ну ми вас ждем вновь, може, в следующих програмах вам удастся віграти, а сьогодні, увы, не ваш дед. Хорошо. Пока-пока, спасіба. До сідання, пасіба. Я, напевно, неправильно расставив, тому що там ще далі було пари сильних жартів. Із міста Івано-Франковськ приїхав роковецкий Святослав. Встрічаємо. Ви свечного, розпиші мене, розпиші мене. Добрій вечір, шановні, друзі! Светослав. Які ви всі красаві. А ви щас всіх поціловали прямо? Всіх дівчат. Тобто ви все-таки розбираєте, да? Не на всіх смотріли. Снайпер. Светослав. Імя-то какое красиве. А як вас друзі називають? Сіава. Ні, ну мене зазвичай називають Шаолінь. Тому що мене назвали в честь шаолінського монаха. Я колись займався кунг-фу. Серйозно? Та. Ти ви щас шутите? Ні, це не шутки. Главное забугать. А покажіть, пожалуйста, вот... Ні, ні, навіть, навіть. Светослав, ви готові? Ні, хвилиночку, я підготуюся. А, вот почему не хотів показувати. Ось он готов тепер. Готовий. Давай. Мініатюра, самотній волосок стоїть на голові. Я високий стрункий, в мене волос тонкий. Холітаю з повітрі в Бого. Так чому ж мені не везе так в житті жити на голові в кочово? На день народження до подружки віти приходили друзі, дарували квіти. Хтось дарив ромашки, а хтось конвалії. Хтось дарив троянди, а хтось розалії. Хтось дарив букети красим серафанчику. І тільки я прийшов зі своїм тюльпанчиком. Проходили роки, і сі квіти з'яв'янули. А мій тюльпанчик в сосистий-систий-систий і не падає. А я не можу жити без тебе. Навіщо мені сонце і небо? Ти краще, ніж Машка і Надюшка. Любов моя едина чекушка. Ну, Святослав, ми вас раскусили. Таке у вас манерне исполнення. Такой свій стиль, да, у вас, Святослав? Прошу. У меня на танец приглашайте. Не, я говорю, такое манерне исполнення, у вас свій стиль. Такой, да, вот. І що, це пісні ви самі сочиняєте? Так, звичайно. Много у вас вже пісні? Ну, насбиралась на збірку. Насбиралась, да. Ну, добре. Святослав, може лучше вернуться в кунг-фу? Попробуй. Спорт. Але все равно молодец. Молодец, що попробовал, молодец, що написав, молодец, що приїхав, спіл нам. Дякую. Спасибо тебе большое. К сожалению, не виграв ничего. Пока-пока. Дякую. Расмеши свежного. Сделай, щоб пари сп'ятся. Расмеши свежного. І под столом валяться. Ця передача дає тільки позитивні емоції. Приїжджайте сюди всі завжди з радістю, з усмішками і вигравайте гроші. Следующий наш участник представляє город Николаїв. Ігорь Эдгарович Козлоп. Расмеши свежного. Расмеши мене, розмеши мене. Ігорь Эдгарович, здравствуйте. Здравствуйте. Раду видеть вас у нас. Спасибо. Ігорь Эдгарович, щас ви пенсіонер. Да. А чем до этого занимались? Где работали? Мой путь по жизни труден был и долог. І прошлое окидываю взглядом. Вдруг понял я, во мене погиб проктолог. Була ко мне фортуна часто задом. Так що, відповідь на вас. Ну, желаємо, щоб фортуна сьогодні вам улыбнулася. Спасибо. Була передом. Так що, удачі вам. Спасибо. Ну що, начнем? Да, Виктор. Давайте, поехали. Ночь промчалась безвозвратно. Надо ж було так случиться. Чем-то награждет бесплатно. Ну, как дорого лечиться. Когда передо мной явилась рожа, я плюнулся мерзением. Свинья. А присмотрелся, вроде бы, похоже, что рожа в этом зеркале моя. Спросите о здоровье, как обычно, и в будущем на что имею виды. Я отвечаю, что здоровье бычье, как у быка, но лишь в конце кориды. И зачем я только стал геологом, ковраясь столько лет в земле, послушав маму, был бы гинекологом, и при деньгах, и руки бы в тепле. За четверть века в браке мне награда. Достигли в сексе мы с женой гармонии. Мы с ней не разводим антимонии. Она не хочет, ну и мне не надо. Ты мне говорила, как ты рада, что со мной Бог тебя связал, и что для тебя я как награда. А меня за что он наказал? Эпиграмма лысому товарищу Алексею. Когда снимаешь головной вор, с него сдувая А. Получилось. Игорь Эдгарыч, я вам скажу честно, у вас талант. Да. Он есть, и это бесспорно, и все это видели. Эти аплодисменты вам. Спасибо большое. Рассмешить наших комиков не так, просто. Пока-пока. До свидания. Вы хотите поехать за границу на заработки? Ну, это вы всегда успеете. А вот успеете ли вы за минуту рассмешить Вову и Женю? Если да, то и ехать никуда не придется. Увидите через неделю на шоу «Рассмеши комика». Пока. Рассмеши свежного, сделай, что парень смеялся. Рассмеши свежного, и под столом валяться. Рассмеши свежного, пусть намочат колготки. Рассмеши свежного, но только не используй щекотки. Рассмеши свежного, сделай, что парень смеялся. Рассмеши свежного, и под столом валяться. Размеши свежного, пусть намочит колготки Размеши свежного, но только не используй щекотки